Где-то опять вляпался в сургуч, а это означает, что сегодня у нас будет еще один проект в рамках нашего фестиваля недоделанных игр. Значит, сегодня у нас будет King Orders, то есть Королевские Приказы. Естественно, русский язык не подвозили, потому что кому тут нужно, собственно. Поэтому мы начнем просто новую игру за кого-нибудь. Охренеть, сколько здесь опять надо будет всего читать, поэтому, скорее всего, игра у нас может не пойти. Ну, посмотрим, ладно. Короче, это у нас опять польское творчество, насколько я понимаю. Реконкистан, Великая Компания. Так, а куда нам? Ну, типа сюда нам говорят. Туториал. Ну, давай, надеюсь, что туториал нам что-то даст. Здесь хотя бы есть звук. Короче, говорит, давайте мы нам расскажем. Фундаментальное здание о том, что делать с этим говном. Давай. Как правительство, одна из ваших главных вопросов Короче говоря, мы можем отправлять письма счастья всем, и кто, короче, там будет... Сам не читай другому, да, и вот это вот все. Отправляем генералам письмо, они что-то делают. Письмо вот за мной прячется. Значит, мы отправляем... Значит, мы отправляем... Ух, ты ж твою мать. Репорт статус. Генералу Гуэрме де Алавита. Информацию по поводу морали, армии и все такого. Так, отправил. Короче, у нас есть посыльный, который идет к генералу и потом обратно, но он может не дойти. Но, к сожалению, это дошел к счастью, в смысле. И теперь у нас есть репорт от генерала. У нас тут 141 лучник, 243 пехоты, 141 тяжелая пехота, 42 легких кавалерии, 2 золота и 11 серебра и 80 бронзы в месяц. Они все хотят. Так, на Саус-Весте о в Трайне. Он здесь вот в Трайне, и они тут находятся на Саус-Весте в ней. Так. Так, а это у нас информация про нашего генерала. Короче, фишка в том, что мы, видимо, никогда не знаем, что там с армией происходит. То есть нам нужно регулярно смотреть, что там происходит, иначе мы будем отдавать приказы уже не той армии, которая есть на самом деле. Эта разница я принесла свободу, чтобы показать вам репорт сразу. Если вы хотите читать все ваши репорты, то есть репортаж, который позволяет вам это делать. Вы можете общаться в различных акциях с вашими репортами, such as searching through them at your discretion, setting diverse options regarding their visibility, or sorting them for all... Короче, здесь можно искать, сортировать и всякие другие вещи делать с нашими письмами. Так, это вот этот вот товарищ, соответственно, который, да, который нам уже что-то рассказывал. Ну да, 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 здесь можно делать всякое с письмами. Короче говоря, вот этот вот надо сохранять и приумножать, это наши бабки. Короче, каждый месяц у нас собираются налоги в столицах вот этих вот регионов. Ну и, соответственно, платим генералам тоже. Так, теперь переходим к регионам. Это административные единицы, кластеры и прочая другая хрень. Так, ну, перешли. Так, ладно, давайте дальше. Так, есть у нас такая вот история. Информация, которая связана с регионами, это комплинат здесь. Возвращаяся к гражданам, это важно знать, что тропы только могут быть встать вверх в региональных капиталях. Короче говоря... Мы можем эти войска охреначить, в смысле, встать. Ну, короче говоря, оставлять их только в столицах. Так. Это, короче говоря, здание, которое есть в этом регионе. Так, а это администратор, стюард региона. Но это будет потом. Так, теперь мы должны отправить туда письмо в регион, да? Так, регион. И мы тут должны сделать... Так, установить враги... Враги... Установить налоги на очень маленькие, потому что там как-то все не очень здорово. Так. И отправляем письмо, чтобы построить там экономическое здание, шахту. А, починить. Так, короче, шахта сломалась, ее надо починить. Теперь мы это отправляем. То есть два приказа в одном письме. Короче говоря, если будешь тварить дичь, против тебя будут выставать. Теперь войска. Так, теперь по поводу команд генерала. Так, теперь по поводу команд генерала. Короче говоря, здесь можно посмотреть все, что мы знаем про командиры и армию. Но, видимо, вот как раз вот эти знания надо периодически обновлять, потому что они устаревают. Короче говоря, у нас есть войска, но они маленькие. И нам для того, чтобы поддерживать боеспособность, будет неплохо отправить приказ об их увеличении. Так, то есть мы берем приказы. Так. И отправляем сюда приказ в регион. Построить военную. Так, милиция пост. Милиция пост что-то такое? Он у нас сколько-то стоит? 15-35 дней. Нихрена себе разброс. Так, что... Левел стоит. Так, ладно. Построить. Отправить. Так, теперь мы отправляем сюда еще один приказ в регион нанять крестьян. Так, теперь мы отправляем сюда приказ в регион отправить юнитов крестьян, которых мы наняли. Куда? А куда они отправляются? А, ну они отправляются автоматически... А, нет, подожди. Сюда? Так, иду и выбираем куда отправить. Блин, очень сложно. Это, действительно, это, что называют армией. С такой мощностью на нашем disposке, неудобно найдем лучше вне крем нашей армии. Хотя, я хрену знает, плюс 100 крестьян, учитывая то, что там 42 единицы кавалерии, 42 единицы кавалерии, мне кажется, развалится 100 крестьян и лучников еще 140. Ну, короче, не знаю, ладно, говорит, ну, армия такая армия, что ж поделаешь. Так. Че это такое? Враги приближаются. Вот дерьмо. Так, короче говоря, когда на тебя нападают, будет будрым решением отправить генерал в столицу, вот в этот регионы, и тогда мы получим буст к защите, и вообще все будет хорошо. Дай догадаюсь. Внутри региона вы можете также отрабатывать фортификацию, чтобы более обеспечить твои противнические силы. Так, и также можно еще дополнительно отправить приказ о фортификации, для того, чтобы улучшить защиту. Для защиты вы можете предоставить отрабатывать ордеры, чтобы собрать муд или укрепить стены. Но время слишком длинный для таких действий сейчас. Но достаточно этого идолного чата. Враги у нас на пороге. Сейчас мы можем вырыть себе какие-то дополнительные стены. Так, но сейчас мы этого сделать не сможем. Поэтому нам нужно отправить письмо вот этому товарищу, чтобы он отправлял свою жопу вот сюда. Так, он будет сейчас отправлять свою жопу. О, отправляет. Так, раз отправил кусочек жопы отправил. Так, на следующий день отправят еще кусочек жопы. Так, отправил еще кусочек жопы. Теперь должны отправить еще какое-то письмо сюда, так, в регион. О чем? Что тут нужно построить защитные стены построить и фортификацию включить после этого. Блин, ее еще включать надо. так, короче говоря, у нас тут на нас нападают враги, сейчас мы будем защищаться, а надо потом посмотреть батл репорт для того, чтобы понять, что получилось. Так, армия защитников Короче, мы их в итоге грохнули Так, репорт Так, на нас напал Николай Опас Так, у нас тут была жесткая резиня в нашем городе 100 крестьян, 260 арчеров 446 инфанторы, то есть это и самая пехота Тяжелая пехота, легкая кавалерия Так, враг у нас был 50 крестьян, 50 копейщиков, 50 арчеров и 50 пехоты Значит, и мы в итоге победили Мы не досчитались 23 лучника, 15 тяжелой пехоты и 10 кавалерий Следующий вопрос, который я хотела бы поговорить с вами, моим лечом, это эспионаж Чтобы лучше понимать этот интересный вопрос, я советую вас начать с исследованием пивотного роли спи Так, шо-то такое Короче, есть шпионаж У нас есть шпионы, которые могут собирать данные и даже перехватывать письма, которые идут между этими вражескими территориями Только йо-спицы не видны на мапе К сожалению, враги-агенты остаются эллюзивными к нам Также, все спицы, будь они йо-адверсари Которые спицы, они в константном риск от себя экспозициями, во время их миссии Короче говоря, мы видим только своих этих шпионов А чужих шпионов не видим И у любого шпиона есть риск для того, чтобы его прибьют пока он будет выполнять свою задачу Далее, миссии, которые выполняли спицы, обычно требуют некоторое время Поэтому, я думаю, что это будет полезно для вас, чтобы употреблять вашу пациентами Диспатчать агента, чтобы инфильтрировать врагу Так, короче говоря, ему нужно некоторое время для того, чтобы провести свой шпионаж И нам неплохо было бы подправить его в соседний регион Для того, чтобы посмотреть, как там делишки Грязные делишки соседнего региона Значит, мы берем вот этого товарища Инфильтрейт Так, а куда мы пойдем, инфильтрейт? В соседний регион, вот в этот? А, так, подожди А кого нам нужно? Регион Кэпиталс, генерал Кэпиталс, да? Вот это вот нам нужно Так Пилигрино У нас должен сходить вот туда, посмотреть, как там дела А, нет, так, подожди Он мне предлагает что-то другое делать Говорит, не это мне надо делать Так, что мне надо сделать? А куда ты хочешь? А, вот ты хочешь, чтобы я сюда отправился Не туда, куда я хотел по своему пути пойти, но нет Надо отправить его в какой-то другой регион Так, все, он у нас отправляется туда Теперь нам нужно подождать, пока у нас привудет герой Этот самый, спион Так, ну давай сделаем CX-5 Чтоб он туда прибыл Так, он прибыл туда Сейчас он должен прибыть обратно, по идее Если выживет, конечно Так Отлично Так, короче говоря Его не удалось обнаружить врагу И теперь он точно знает, что тут происходит Там у нас 490 тысяч живет Короче, 10 тысяч manpower Это, как он называется Сила Сила региона И 70 из 100 Это счастье Демография Так, так, так Короче говоря, всякую историю мы тут знаем Тут дохрена копейщиков Лучников Пехота Тяжелый пехот Кавалерии Тяжелый кавалерий Еще мы знаем, какие там здания Короче, мы будем знать всю хрень Которая есть у врага На данный момент времени В общем, нужно постоянно руководить Вот этими вот шпионскими операциями Для того, чтобы знать вообще, что происходит Так, теперь нам надо отправить письмо Нашему шпиону Для того, чтобы он устроил там саботаж Вот здесь Экономический В храме Так, подождем, пока в храме будет Экономический саботаж Сейчас мы будем изнутри подрывать Экономику данного региона Так, ждем Подорвал Так, еще одно письмо Значит, отправляем ему письмо Для того, чтобы он Деморализовал кого-то Так, кого деморализовал А, вот эту И пошел деморализовал Вот этот вот регион наш шпион Шпион какой жесткий вообще Посчитал войска Все здания Устроил шпионат Сейчас еще деморализует Этот самый гарнизон И мы так его сможем захватить Наверное Я так подозреваю сейчас Короче говоря, это вообще там Леща теперь вот этим врагам Так, мы заметили Вражеского генерала И теперь нам неплохо было бы Дать ему леща Для этого мы должны Отправить письмо О том, чтобы мы хотим Атаковать вот этого генерала Теперь мы потемножечку туда идем Так, теперь мы знаем Че у нас в итоге получилось Значит, у нас осталось В армии хрен да ни хрена Короче, у нас тут Всех лучников порезали, что ли Так Значит, у нас было Сто крестьян А, нет, подожди Летали в армию Так А, нет, да Наша армия не досчиталась Сотню крестьян Сто шесть лучников Короче, это была Довольно тяжелая битва Я также предположу Здесь, что Докурство этой борьбы Примерно влияния Как ожидается Соржевые, которые Объявлены на двоих сторонах Атрибуты Боих командов Стамин Боих армии Боих Боих Террина И Кодистики Короче, в зависимости от того Какие вот у этого типа Будут характеристики И где мы там бьемся Будут разные результаты Теперь, когда у нас есть база здесь Посмотрим, что у нас тут По захвату городов Реклама Короче говоря, контроль над городами Требует некоторого времени Так Нам надо теперь отправить письмо Нашему генералу Для того, чтобы он Так Завоевал нам что-нибудь О, мельницу А, это город Это маленький городочек Короче, это стоится А это маленький городочек Так Нам надо завоевать Пойти вот этот вот Маленький городочек Так, иди завоевывай Уньк Так, короче говоря Удача нам улыбнулась В этот раз И мы зашли в город И теперь Это наш регион То есть мы вот его Немножечко расширили И рассекли вот эти вот Два регион На две части Короче, захватывать Сраные сараи Это, конечно, здорово Но не очень И будет мудрым решением Для того, чтобы сфокусироваться Сразу на столице И не заниматься фигней Поэтому Должен нашему генералу Отправить письмо Для того, чтобы он Осадил столицу Так, иди осаждай Ну, короче говоря Сейчас мы осаждаем Столицу А можем ее просто Тупо захватить Но если мы будем Ее захваждать Захватывать Захватывать То у нас будет Охрененные потери А так будет больше времени Но меньше потери Это, конечно, они могут Вытье и прорвать блокаду Если у них получится Но может не получится Так О Так, нам нужно ее оккупировать, правильно? Так, мы оккупировали столицу Ни хрена у них не вышло, короче говоря Вени Вени Витс О, и нам дали первое достижение Так Че теперь? Че теперь? Все? Ну, короче говоря, вот такая вот история То есть дальше, получается, у него есть Некое Некие данные Которые мы можем, допустим, попросить Нашего шпиона сделать То есть я так понимаю, что мы можем отправить нашего шпиона Для того, чтобы он у нас Пошел и что-нибудь сделал Так, ну, допустим Посчитал, сколько вот у этого товарища войск А, нет, подожди Мы не можем, да, пока? То есть, короче говоря, обучение еще все-таки не закончилось Я думал, просто закончилось, а нет Теперь нам нужно выбрать оккупированный город Так, после того, как осад закончится И подождать, пока столица будет полностью занята То есть она пока не занята То есть мы пока ее еще не захватили Типа Значит, нам нужно, получается, ускориться То есть это в процессе Мы туда зашли, но еще пока не доделали Выходит, что так Или все-таки доделали Просто непонятно, как это понять Так, а как это понять? У нас тут есть охрененно огромное количество этих Так, что тут у нас? Регион маленький Так, ладно А, обжексив это можно свернуть Так, надо выбрать оккупированный город После того, как он выбран Так, ну выбрали, хорошо И? И что теперь? И подождать, пока столица Региона будет захвачена Это вот это Или вот это все-таки Короче, не вполне понятно Ладно, что там у нас должно быть дальше Я думаю, что для начала этого достаточно Да, потому что дальше уже надо будет Еще раз убираться после обучения Короче, вот такая вот игруха У нее есть свой определенный шарм Заключающийся вот в этой вот системе писем И приказов Которые могут не дойти То есть ты не просто отправляешь И у тебя 100% будет А ты отправляешь И всегда есть шанс Что какая-то хрень у тебя не получится В принципе, в этом определенно что-то есть Не сказать, что меня прям охренеть Как зацепил данный проект Но для любителей жанра Мне кажется, что-то интересное Они в этом найти смогут Короче, если вы любите жанры Или не любите жанры Можете отписаться в комментариях Мы посмотрим, кого больше И что вы думаете по поводу данной механики А еще, может быть, мы выиграли в этот проект И можете рассказать о нем подробнее Всем будет интересно Особенно новичкам Я думаю, что там дальше Только особо... Ну, хотя какие, нахрен, здесь спойлеры Короче, рассказывайте, как есть То, что здесь есть по этой игре Стоит ли в нее играть или не стоит И другое, любое ваше мнение по этому проекту Узко известный в широких кругах Строил заводы в игре в Италиях Строил заводы Чужие смотрел В общем, контент делал так Как умел Зритель Внимательный Ловит момент И оставляет правдивый коммент С ним соглашаюсь, конечно, и я Автор не видит порой нибудь Субтитры сделал DimaTorzok